Моя Родина, независимый Казахстан. По таким названиям во Дворце Детей и Юношества прошел гала-концерт, приуроченный государственному празднику. На торжественном мероприятии были награждены призеры, прошедших накануне танцевальных, вокальных и творческих конкурсов. Также в ходе гала-концерта состоялся прием школьников в ряды детско-юношеской организации ЖАЗ УЛАН. Подробнее в репортаже Аиды Ибраевой. Программа гала-концерта, посвященному ко Дню независимости Республики Казахстан, началась с отступления школьников в ряды юных жасулановцев. Детско-юношескую организацию ЖАЗ УЛАН вступают только отличники учебы и активисты. Важное событие в рамках этого мероприятия мы принимаем более 60 детей в ряды единой детско-юношеской организации ЖАЗ УЛАН. Это лучшие дети наших школ, это лидеры школьного самоуправления, это отличники учебы, это спортсмены, талантливые дети. То есть дети, которые являются примером для своих сверстников в школах. На праздничном мероприятии с музыкальными и вокальными номерами выступили обладатели гран-при, прошедших накануне городских конкурсов. Канун праздника Дня Независимости Республики Казахстан проводится гала-концерт, в котором принимают участие все призеры конкурсов городских. Это танцевальный конкурс, посвященный столетию видного деятеля искусства Шары Жиенкуловой. Также конкурс патриотической песни Жасунгар и конкурс творческих работ «Светимый Казахстан». Все эти конкурсы мы проводили ко Дню Независимости Республики Казахстан. Сегодня мы в торжественной обстановке награждаем победителей. В праздничном мероприятии приняли участие руководства и специалисты отдела образования, педагоги учащихся в школах, ветераны образования, а также представители родительской общественности. По словам представителей отдела образования, такие мероприятия позволяют развивать творческие способности у детей. Сегодня многие ребята выражают такое мнение, что они будут стараться, будут выступать еще лучше, достигать новых побед, новых форшин. И это замечательно. Айда Ибраева, Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый Караганинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова